Послание отца Абсолюта 22 июля 2024 года. Отсутствие самооценки. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить вам еще об одном распространенном стереотипе, который вы можете легко отследить, а значит его можно отнести к видимым наслоениям трехмерного мира в сознании человека, или другими словами, грубым его слоям. И речь пойдет о вашей самооценке. Хотя мы не раз уже говорили об этом, но теперь мы рассмотрим ее не как качество, присущее практически каждому человеку, а именно как стереотип мышления и поведения. Привычка оценивать все и вся стала уже неотъемлемой частью вашей жизни, потому не стала исключением и оценка самих себя. Чем же отличается она от оценки суждений других людей событий? По большому счету ничем. И объясняется это тем, что любое ваше суждение всегда субъективное и зависит оно от многих вещей. Ваш возраст, воспитание, мировоззрение, религиозные взгляды, общий уровень культуры – все это влияет на вашу оценку происходящих событий и их участников. Но поскольку вы сами также вовлечены в этот процесс, то наравне с другими вы оцениваете себя самого. В результате эта ваша оценка является субъективной, поскольку заключена в рамке вашего мировосприятия. Конечно, оно может меняться в зависимости от обстоятельств и вашего окружения, которые несомненно влияют на вас. И все же основные ее параметры остаются неизменными – вы и ваша роль во всем происходящем. И здесь многое зависит от вашего эго, который, как правило, навязывает вам ту или иную самооценку. У людей сильно развито эго, самооценка, как правило, бывает завышена, а у тех, у кого она поскромнее – занижена. Практически никто из людей не способен объективно себя оценить, поскольку сделать это можно только тогда, когда вы находитесь в положении стороннего наблюдателя даже по отношению к себе самому. И тем не менее, каждый из вас пытается это сделать. Так почему же человеку так важна самооценка? В первую очередь, она нужна ему для того, чтобы оценить свое положение в обществе и очертить границы дозволенного. Вспомните такое выражение, как «знай свое место». Именно оно и порождает этот стереотип, который свойственен практически каждому из вас. Только определив свое место, вы чувствуете себя относительно спокойным и защищенным. Но сдвинуться с этого места многим людям не удается годами, а порой и всю жизнь. И происходит это потому, что человек сам пригвоздил себя к этому месту своей субъективной, заниженной, либо завышенной самооценкой. Так каким же должно быть смышление поведения по отношению к самому себе? Прежде всего, гибким, а также максимально объективным. И достичь этого можно только тогда, когда вы научитесь смотреть на себя со стороны. Станьте внимательным и любящим наблюдателем самого себя. Не ругайте себя за ошибки, которые неизбежны в трехмерном мире. Но если вы их заметили, старайтесь больше их не повторять. И не стесняйтесь хвалить тебя, если что-то получилось у вас хорошо и на благо окружающим. Но лучшее, что вы можете сделать, это и вовсе избавиться от самооценки. Просто наслаждаясь жизнью и всегда действует так, как подсказывает вам ваша душа. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова